МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня спросим у барабанщика группы Александра Мазарова. Здравствуй, Саш. Здравствуйте. Многие зрелые люди, мне кажется, могут упрекнуть, что за название такое Red Solo Cup. Неужели нельзя было как-то по-русски назвать группу, чтобы не задумывались над переводом? Ну, наверное, да, вы правы. Просто название образовалось случайно. Создателям, ребятам понравился клип иностранного исполнителя, и песня там называлась Red Solo Cup. А как это переводится для тех, кто не знает? Красный пластиковый стаканчик. Очень интересное название. Да, получается, в Америке есть такой культ, что любые вечеринки, которые там проводятся, проходят именно с этим красным стаканчиком. То есть там есть специальные даже игры такие там с пив-понг и так далее. То есть это как такой символ классной вечеринки в Америке. И вот как-то ребята под этим настроением и решили вот так вот назваться. Ну, то есть не то, что вот вы такая группа, которая хочет быть похожа на американские коллективы какие-то, нет? Нет, просто веселье. В веселье мы, как бы у нас фишка группы, то, что вот мы всегда харизматичные такие, веселые, даем напор эмоций в зал и так далее. Как раз вот эта фишка, как бы она и с названием связана. Вот на одной из интернет-страниц я прочитала про вашу группу, что вы альтернативный ансамбль. Согласен ли ты с таким утверждением? Конечно, потому что альтернатива — это то, что не классика. А у нас в головах часто у каждого участника группы рождаются такие идеи, которые в классику, ну, никак не вкладываются. Например? Ну, допустим, идет одна, допустим, структура песни, классическая, допустим. Хоп, и тут у нас кто-нибудь. А давайте сделаем здесь вот такой элемент. Я вот где-то его видел, там вот у музыканта. Мне очень понравилось. Давайте попробуем. И начинает с самого начала проработка песни совсем в другом амплуа. Так что, ну, так, наверное, заключается альтернатива нашего ансамбла. То есть к какому-то конкретному жанру вы не относитесь? Нет. А вот для кого ваша музыка и о чем она? Наша музыка для молодежи, конечно же. О чем она? О том, как... Вообще у нас очень много сатиры. То есть высмеивание таких современных и настоящих пороков, которые очевидны и над которыми можно посмеяться. Вот, допустим, вот у нас есть песня про то, как парень такой весь любящий, ждет девушку, она ему явно изменяет, он это не хочет видеть. И вот убежден в том, что она хорошая. Потом у нас есть песни про армию. То, что высмеиваем, как вот человек пытается избежать этого... Этой участи. Хотя, в принципе, у нас и ребята, и военные билеты имеют. И все нормально с этим. Ну, то есть такие вопросы, которые касаются любого молодого человека или девушки, которые, ну, хочется, так скажем, поразмыслить над этим. Музыку, стихи сами пишете? Конечно, только сами. Ну, что-то же поете еще другое. Да. В основном это общеизвестные вещи, которые и русские, ну, у нас с английским как-то не пошло. Вот. Те, которые народ знает и которые можно с нами петь вместе на концертах. Вот скажи, пожалуйста, кого из местных коллективов ваш коллектив уважает и считает таким неким конкурентом в борьбе за сердца зрителей? Ну, так сложно сказать. Вообще у нас групп очень много в Барнауле хороших, действительно. Только они в каждой в своем. Вот с нами так на одной волне группа Академия художеств. В этом, кстати, на конкурсе Дюше с Мюзико Водсом, мне они очень импонировали тем, что они подошли и по-настоящему честно поздравили нас. То есть никак-то не так, не посмотрели, а вот именно просто... Не позавидовали, да? Да, подошли, пожали руку, сказали, ребята, молодцы, вы классные, все. Вот в этом плане, ребята, мы всегда с ними как-то дружим, если что, общаемся. И поэтому именно в нашем стиле, так грубо сказать, Академия художеств, это как бы наши ребята такие. Ты сейчас заговорил про музыкальный конкурс, в котором вы участвовали вместе с 15, с 14 другими коллективами. Главный приз конкурса — съемка клипа. Уже выбрали композицию, на которой будете снимать клип? Пока думаем. У нас есть, конечно, очевидный вариант, это песня про Барнаул, то есть «В крови Сибирь, сердце Барнаул». Но, может быть, у нас так часто получается, мы что-нибудь начнем новое. То есть совсем новое, то, что не было еще. А когда съемка клипа будет? Вообще съемка клипа, она как-то не зарегистрирована по времени. То есть когда мы будем готовы, и когда будет готова съемочная группа Дюше с видео, тогда как раз мы начнем. То есть когда творение могут зрители увидеть, еще пока неизвестно. Ну, допустим, вот прошлые победители, да, группа «Волны», они увидят, то есть клип смогли выставить только после презентации на Дюше с Мюзиковой 2018, то есть целый год прошел. Ну, и как бы мы рассчитываем на такой же склад, потому что в любом случае компания, которая нам это снимать будет, она должна свою, как бы, ну, скажем, выгоду иметь из-за этого. Ну, я поняла. То есть где-то приблизительно через год мы можем увидеть новый клип. Ну, это ведь не первый ваш конкурс, в котором вы участвуете. Как отметили очередную победу? И что дальше? Вот или популярность на местном уровне вам предостаточно? Вообще, отметили, хорошо, мило, то есть не без лишеств. Пришли у нас, нам дали кубок, и мы из него все, каждый традиционно выпил. Что дальше? Ну, какие планы? Это, конечно, банально и все-таки. Планы у нас такие, что надо было записать те вещи, которые у нас уже есть. То есть у нас вообще насчитывается более 15 песен своих. Записанных, наверное, максимум 4-5. И вот в хорошем качестве сделать эти песни. А снять клип. Ну, и, конечно, постараться выступать на сцене, потому что люди не знают, не слышат нас. То есть аудиозапись — это одно, а выступления живые — это другое. А что мешает? Что мешает — время. То есть у нас все ребята в группе, они заняты. Я студент медицинского, допустим, у кого-то свой бизнес. И это все равно заставляет, ну, то есть отнимает время. Группа, в принципе, отнимает много времени, если ей конкретно заниматься. То есть это все-таки ваше хобби? Вы не мечтаете на каком-то профессиональном уровне где-то поучаствовать в каком-то конкурсе за пределами Барнаула? Пока ввиду условий, которые нам жизнь предоставляет, пока нет. Пока мы, так скажем, ощущаем почву под собой. Вообще в конкурсе участвовали случайно. Мы хотели просто выступить на красивой сцене, классно сделать шоу. А так получилось случайно, что мы выиграли. Ну, вашей группе уже, по-моему, пять лет, да, получается? Ну да. Как ты думаешь, большое будущее еще впереди? Вот как ты загадываешь вперед? Сколько лет вы еще можете продержаться в таком месте, не разругавшись, например? Ой, мы можем продолжать работать и общаться еще очень долгое время, потому что ребята на самом деле классные. То есть мы, фишка нашей группы, что мы и друзья, и музыканты. То есть если мы общаемся как музыканты, то мы и общаемся как друзья параллельно. То есть если что-то одно бывает, другое добавляется. То есть в любом случае мы не потеряемся, я надеюсь, что ребята когда-то прям так загорятся творчеством, что каждый из нас захочет что-то делать, и у нас сразу работа пойдет. Потому что не надо вот это долго разгоняться, когда человек думает, как бы мне стать известным. На самом-то деле все близко. Просто нужно работать. Нужно работать, мечтать, как вы правильно сказали, и конкретно соответствовать современным условиям. То есть сейчас надо массу информации подавать о себе. Как о группе. Потому что по-другому ты будешь просто мелькать среди огромного потока информации. Ну, соцсети даже взять, каждую секунду новый какой-то пост от какой-то информации. То есть за этим надо угоняться и идти даже впереди. Поэтому мы пока не занимаемся этим. Понятно. Ну, я желаю успехов вам в любом случае. Спасибо большое. А я напомню, что мы общались сегодня с барабанщиком группы Red Solo Cup Александром Мазыровым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова